День славянской письменности и культуры празднуют во многих странах. Россия, Болгария, Чехия, Белоруссия, Украина, в России. Праздничные концерты грянули одновременно по всей стране в 13 часов по московскому времени. А в Самаре большую сцену отдали детям. Огромный сводный хор пел в театре оперы и балета. Начинается Родина с картинки в твоем букваре. Привычные слова известной песни не так просты. Язык – одна из главных ценностей народа. К этому концерту школьники готовились, хотя репертуар привычный. Подучить пришлось историю, как начинался русский язык. Русский язык – это наш родной язык, на котором с самого детства мы разговариваем. Мы любим пение, и это приятно разговаривать на русском. Масштабно отмечать День славянской письменности стали четверть века назад. Принято проводить научные конференции, а с недавних пор вот такие праздничные концерты. Именно для юного поколения. В этом году в Самаре ему дали и второе название – День букваря. Посвятили первоклассникам, которые заканчивают изучать азбуку. Конечно, это очень важно. Это праздник, который напоминает об истоках нашей культуры, о традициях, которые необходимо сохранять, и без которых не было бы той высокой культуры, которой сегодня Россия может по праву гордиться. Праздник и светский, и церковный. В этот день вспоминают святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, которые в конце IX века подарили славянским народам свою грамоту и перевели на славянский язык церковные книги. Хор из сотен участников из школ Самары пел и на сцене, и в зале. Такой праздник запомнит надолго, делятся юные артисты. Многие из них впервые пели в таком зале, да еще и в такой атмосфере единства. Марина Красцова, Константин Головин. События.